Вопрос в том, что у меня ощущение, что семья разваливается. Дети сейчас смотрят на него, два взрослых мальчика, один из них уже определяется, у него девушка молодая, и я давала ему совет о том, что вам надо как-то уже определиться, вам нужно уже жениться, на что муж ему сказал, что нет, это совершенно сейчас не обязательно. И уже две недели, как у меня 18-летняя дочь, уже не считает нужным ночевать дома, у нее какая-то своя личная жизнь началась. Она считает, что это вот как бы эти свободные отношения... Все это что означает? Вот вы сейчас мне все описали, что это все означает? Я понимаю, что надо работать. Дело не в этом. Дело в том, что вашей семье не хватает совести. Вот совесть — это общая энергия семьи. Может, у вас ее больше, чем у остальных, но все равно в целом не хватает. Человек не может жить так, что совесть только у него. Нужно так молиться Богу, чтобы совести было у всех достаточно. Понимаете, нужно иметь силу для того, чтобы побеждать то, что находится в сердцах близких, потому что в сердцах ваших близких ваша собственная жизнь. Они сейчас вам покажут, покажут ваши отношения с Богом, которые были раньше, в прошлом. И вы сейчас просто за это отвечаете, за то, что вы были не в этой даже жизни, а в прошлой. Вы оскорбляли Бога, как-то неправильно к Нему относились. Вы очень разумный человек. Вы уже были ученым, но не верили в Бога. Сейчас вы за это как бы страдаете, отвечаете. Но все можно преодолеть. У вас дочь добрый человек, но она очень обижена. Из-за этой обиды она не ночует дома. Из-за того, что ей разрадом хочется заниматься. Она обижена просто. Муж сломался, он совершил оскорбление на вас, оскорбил вас и пошел неправильным путем в жизни. Из-за оскорбления. То есть он скрывал от вас этот поступок. Это привело его к тому, что он таким стал. Вы должны были это разгадать. Это все разгадывается с помощью молитвы. Но ключевая ваша ошибка заключается в жизни, ключевая ошибка заключается в том, что вы верили всегда в отношения, в семью, а не в Бога. В человека верить не надо. Человеку надо доверять, пытаться. Но все равно можно проследить, что человек, допустим, уходит от истины. Если ты веришь в Бога, то перед тобой человек как открытый лист бумаги. Ты видишь, что с ним происходит. Но если ты веришь в него, в человека, тогда ты будешь слепо на него смотреть. Ты будешь видеть в нем только то, что хочешь видеть. И вот вы так жили все это время. Как вы правильно сказали, уже шесть лет назад он начал портиться. Но вы все равно продолжали верить в него, а не в Бога. Таким образом, видите, вы сдаете экзамен своей судьбы. Экзамен заключается в том, что верить надо в Бога. А мы верим в людей, потому что мы верим в это счастье, счастье на земле. Счастье на земле передается через людей. И мы думаем, что вот это и есть то, как надо жить. Но люди, они нуждающиеся. Они не наполнены. Это Бог наполнен. Это Бог полное, целое. Мы нуждающиеся. И поэтому человек, когда в него верят, он начинает гордиться собой. И когда человек начинает гордиться собой, то он совершает ошибки. Потому что он считает, что ему положено больше. То есть, видите, вы верите в близкого человека, культивируете в него гордость. Эта гордость приводит его к запретному. Результат неправильной веры действует. Видите? Результат неправильной веры действует.